Ильдус Гизматулин по профессии каменщик. На стройке седьмого дома в 15 микрорайоне исполняет обязанности бригадира. В строительной сфере мужчина более 30 лет, с 81 года. До этого строил дома в Чулябинской области. В Губкинском возводит жилые здания третий год. Это пятый дом, в строительстве которого в нашем городе участвует Ильдус Гизматулин. На земле-то как-то легче, конечно. Там теплее на земле. А здесь-то зимой-то холодно. Ну, привыкли, работаем. Как говорится, уже и дождь, и снег. На объекте трудится 13 специалистов. Первые сваи строители забили в сентябре прошлого года. В ноябре и декабре залили фундамент. Затем приступили к укладке плит и кирпичей. Сейчас строители возводят парапет. Останется завести жилой объект под крышу. Для этого рабочим предстоит приготовить еще не одну тонну раствора. Цемент, песок, вода, все. Раствор делается. Ведра-то не считаем мы, конечно, растворы. У кубы кладки идем. У кубы два, например, вот. Полтора куба, два куба от человека. Внешний вид будущего дома необычен. Одна часть – это трехэтажное здание, а другая – высотой в четыре этажа. Причем четырехэтажная часть состоит снизу из обычного строительного кирпича, а верхняя – из блоков паревит. Ну, это газобетонный блок. У него хорошая теплоэффективность. Ну, и дома еще по фасаду потом утепляются минклетой. Вот. И с последующим устройством каркасом и обшивкой, краспаном. Это вот. Ну, вот в городе это довольно-таки у нас распространено уже применение этой системы. Строители надеются, что до выпадения снега и наступления морозов успеют сделать кровлю и установить стеклопакеты. Но это лишь в случае своевременного финансирования строительства. Сейчас деньги поступают нерегулярно, и некоторые строительные материалы приходится даже брать в долг. Финансирование вообще предполагалось из Салихардеса, окружное, по предыдущие пять домов, по расселению из аварийного ветхого жилья. А этот также? Ну, этот вот, там часть денег выделили. Вот. Их освоили уже. А там где-то порядка 18 квартир. Это для желающих выкупить их. Для приобретения губкинцам предлагают одно- и двухкомнатные квартиры. Стоимость одного квадратного метра 62 тысячи рублей. Хотя о продаже жилплощади пока говорить рано, отмечают подрядчики. И делают все возможное, чтобы быстрее сдать новый дом. Екатерина Склюева, Денис Гонцов. Новости губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова